Всем привет! Давайте сегодня отвлечемся от изучения возможностей трекера и поговорим о не менее важной составляющей процесса написания чиптюн-музыки о железе. Думаю, вы не раз видели большое количество приставок с различными крутилками, лампочками, огонечками. Это моддинг. Широкая тема для обсуждения, огромный простор для творчества, но мы взглянем на это с более практичной стороны. Мы поговорим с вами о моде на звук, ProSoundMod. Как его делать, зачем он нужен и нужен ли он вам вообще, если вы всерьез решили играть музыку с приставок. Мы воссоздадим аналогичные условия, напишем и запишем специально созданный тестовый трек и сравним, посмотрим, как он будет звучать на различных приставках с модом и без мода, как выглядит состояние покоя, как выглядят пиковые волны. Вот, об этом с вами поговорим. Все изображения сигналов записаны в следующей конфигурации. Envelope A8, форма волны 50 квадрат, самая низкая импульсная нота, возможная на пульсе 1 до 3 октавы, так как мы используем LSD версии 4.9.5. Форма сигнала выделена и нормализирована еще раз для скриншота. Все изображения спектрограмм относятся к тому моменту, когда приставка остается в режиме ожидания. К этому периоду нормализация не применяется. Единицы зафиксированы при максимальных уровнях громкости на пике в 12 дБ в формате 44.1 кГц 16 бит. Для всех записей используется сам тест Song. Это 6 тактов вступления, 2 такта печально известного щелкающего побочного эффекта при использовании команд громкости и панорамирования, 19 тактов полного трека, затем изоляция метода гранулярного синтеза и работа приставки в режиме ожидания. Старый добрый кирпич. Отличный бас по стандарту. Фоновый шум незначителен во время воспроизведения. Немного щепения можно найти на резонансах 9.1-9.4 кГц и 18.1-18.7. Одним из основных недостатков устройства DNG является скорость процессора. Когда дорожка становится слишком сложной, устройство будет подавляться. Вы можете заметить это при использовании двух высокочастотных команд вибрато одновременно, используя метод гранулярного синтеза, используя настройки темпа более 220 BPM. Тем не менее, это самый распространенный геймбой, и все недостатки зависят от сложности ваших треков. Отлично подходят для начинающих. Учтите, что подсветка может оказать незначительное влияние на уровень шума. DNG Pro Sound Mode практически так же, но с некоторыми основными ключевыми отличиями. Фоновый шум полностью исчез, резонанс и шипения все еще могут быть найдены. Это отличный вариант, когда задействован линейный выход, особенно для живого исполнения или записи. Геймбой Pocket не самый удачный вариант для использования его в качестве музыкального инструмента. Преимуществ достаточно мало, но все те же проблемы. Скорость воспроизведения процессора, нечеткий звук, резонансы и шумы. Если вы используете его при записи, то вам необходима постобработка и обязательно кидайте эквалайзер на бас. Геймбой Lite. Такая же ситуация, что и с Покетом. Единственное, что в приключенном свете шумов и резонансов становится намного больше. Геймбой Color. Весьма известный геймбой как самый шумный. Хотя, если использовать Pro Sound Mode, также басовый мод и шумоподавление, то это отличный вариант для создания музыки. Резонансы 9, 9, 4, 13, 7, 13, 9, 18, 2, 18, 7 кГц. Здесь порекомендую остерегаться материнских плат 0.1, 0.2 и 0.3, так как у них есть высокая вероятность наличия ошибки, которая неожиданно убивает ноты при использовании питча и вибрато. Color и Pro Sound Mode. Отличное решение, намного тише слышны невнятные гулы и шипения. Рекомендую обязательно использовать бас на эквалайзер во время живого выступления. Color с бас-модом и шумоподавлением. Самый четкий и классный вариант использования данной модели геймбоя для создания музыки. Однако, щелкащий побочный эффект сохраняется. Game Boy Advance. Отличный басовый звук и очень мощный процессор. Резонансы 6,6, 7 кГц, 9,9,4, 13,1,14, 22,20,6. Воспроизведение с сэмплов менее удовлетворительное, чем предыдущие модели геймбоев. И не самая удобная эргономика кнопок. Хотя существуют моды, когда вы можете переназначить старт и селик на L и R, шифты, если готовы пожертвовать этими кнопками, включительно для использования LSDJ. Game Boy Advance SP. В версии 001 фоновые шумы и шипения незначительно, но, к большому сожалению, в моделях 101 он намного выше. Воспроизведение сэмпла все еще страдает. Существует вероятность того, что резонанс может варьироваться от материнских плат. Резонансы 8,2,8,5, 9,9,10,4, 12,8,13,2, 17,3, 17,7 кГц. Super Game Boy. Сильный звук шипения, который легко можно услышать в записи. Это оборудование работает примерно на 2,4% быстрее от остальных моделей, однако LSDJ исправляет эту проблему с помощью программного обеспечения. Резонансы 7,8,8,2, 9,2,9,6, 15,16,4, 18,7,19 кГц. Game Boy Player. Фоновый шум намного ниже, чем у Game Boy Advance, хотя в оригинале отсутствует кнопка селик, но у вас есть несколько других вариантов. Переустановить эту кнопку на триггер, купить один из цифровых контроллеров Hori, приобрести один из адаптеров с NESTO GameCube. В принципе, неплохой вариант. Внутри находится Game Boy Advance. BGB. Хотите верьте, хотите нет, этот эмулятор лучше, чем стандартный Game Boy Color и даже чем Game Boy Color с промодом. Практически отсутствуют фоновые шумы, хорош для домашнего использования и отлично подходит для записи и для начинающих музыкантов. Visual Boy Advance. Могли бы подумать, что это отличный вариант, но у него есть три основные проблемы. Тембр для очень высоких нот и шумовой канал отключены, темперамент немного острее и смещение постоянного тока более серьезное, чем любое оборудование, представленное выше. Тем не менее, намного лучше справляется с щелчочками, чем Game Boy Advance. Retro Plug. Same Boy. Хороший вариант, если вы шарите за MIDI и готовы заниматься с Arduino Boy. Обратите внимание на тембр и периодические шумы. DS Lite. Достаточно плохая эмуляция и записывать с него я бы вам точно не рекомендовал. PSP. Отличный бас, но он разрушается достаточно плохой эмуляцией. Вы можете услышать большое количество шума и темп отличается от стандартных версий Game Boy. Но тем не менее, достаточно хороший вариант для начинающих, особенно если вы не уверены, что хотите тратить деньги, ища на барахолках стандартные кирпичи или Game Boy Color. Вся информация предоставлена в качестве справочного материала, не является абсолютным источником знаний. Все это записано для того, чтобы у вас сложилось представление о том, какие устройства желательны для записи и воспроизведения музыки, особенно если у вас нет доступа к этим устройствам. Рекомендую вам не доверять моим данным и обязательно проверить все вышесказанное на своем оборудовании, на хороших наушниках у себя дома. Проверьте, как звучат ваши треки на записи, на ваших динамиках, и после этого принимайте решение. Доверяйте только своим внутренним ощущениям. Никакие технические нюансы и аспекты, при наличии хорошей идеи, не повлияют на качество вашего трека. Музыка — это творчество, и возможно, что некие погрехи, они добавят более яркой индивидуальности в звучание ваших композиций. Если вы твердо решили, что ProSoundMod вам нужен, давайте рассмотрим классический стандартный пример. Это мод на DMG. На кирпич мы сделаем стандартный 3.5 и более продвинутый RCA ProSoundMod. Для этого мы обратимся к местным умельцам из GameRackShop, и Андрей покажет, расскажет нам сейчас все это дело. Привет, с вами Андрей из GameRackShop. Мы находимся в моей мастерской. Сегодня мы будем делать ProSoundMod, так называемый мод для улучшения качества звука, для оригинального GameBoy. ProSoundMod мы сделаем как на стандартный джек, так и выведем на два RCA разъема. Корпус к приставке скреплен шестью трайвинг-винтами. Для них нам потребуется специальная отвертка. Также нам потребуется Philips, стандартная отвертка для внутренней части самой приставки. Нам потребуется как-то энное количество проводов. На ваш выбор желательно, чтобы они были медными и относительно толстыми, но при этом вмещались в корпус приставки. Нам потребуется сам паяльник. Также может потребоваться мультиметр, спирт, зубная щетка старая. Отверстие можно сделать, например, паяльником, можете сделать это дрелью, можете сделать это даже шуруповертом, можете сделать это вручную, различными инструментами. Сперва мы обесточиваем приставку, вытаскивая из нее элементы питания и откручиваем шесть винтов по корпусу. Далее нам необходимо удалить три провода, идущие от материнской плати к разъему Jack. Это необходимо для того, чтобы прервать цепь, идущую от оригинального усилителя приставки, до разъема. С какой целью мы это делаем? Дело в том, что стандартный усилитель Game Boy создает довольно много шумов. Если мы подключимся на процессор, к звуковому процессору напрямую, минуя усилитель, мы немножечко потеряем в громкости, но звук при этом станет значительно чище. Так как в процессе модификации вам потребуется обращаться как с паяльником, так и с острыми инструментами, в том числе сверла и лезвия, если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к кому-нибудь из своих родственников или знакомых. Далее вам нужно припаять три провода к разъему джек от самого потенциометра. Сигнал расположен в следующем порядке. Самый нижний контакт – это земля, чуть выше находится правый сигнал и посередине находится левый сигнал. А снизу же, если смотреть на сам разъем, с обратной стороны, самый первый контакт – это левый сигнал, второй контакт – это правый сигнал, третий контакт – это земля. Четвертый контакт нужен для того, чтобы приставка понимала, что вы вставили наушники, и в данный момент динамик использовать не нужно. Опционально при наличии мультиметра вы можете убедиться в том, что между контактами отсутствует короткое замыкание. Провода должны быть достаточного сечения для качественного передачи сигнала, при этом ваша приставка должна закрываться после того, как вы их установите. Провода лучше закрепить на месте, чтобы во время закрытия приставки ничего не погнулось и не оторвалось. Касательно про саундмода на оригинальный разъем джек приставки Game Boy, DMG – это все. Примерно те же действия осуществляются при модификации Game Boy Color и Game Boy Pocket. Если же вы планируете уступать на сцене, и Game Boy для вас не игровая приставка, а музыкальный инструмент, в этом случае я советую вам перейти к следующему шагу, а именно установить два отдельных RCA-коннектора. В этом случае у вас будет меньше проблем с коммутацией во время подключения оборудования. Для начала следует отметить будущее отверстие на корпусе приставки. Определив центр каждого из отверстий, можно начать сверление. Не обязательно иметь сверла разного диаметра. Расширить отверстие можно подручными инструментами. Главное – соблюдать правила безопасности и быть аккуратным. Все лишние фаски можно снять острым лезвием. Как только отверстия готовы, примерьте будущие разъемы. Они должны достаточно туго входить в корпус приставки и при этом не шататься. Помещаем лепестки заземления на свои места и фиксируем их положение гайками. Подгибаем контакты и залуживаем их с помощью олова и флюса. Далее нам потребуется также три провода. В этом случае советую взять их немного потоньше, так как место между корпусом и модулем дисплея ограничено. В нашем случае были использованы провода одного цвета. По избежанию путаниц вы можете использовать три провода разного цвета. Для экономии пространства на три приставки три тоненьких провода я скручиваю в один и паяю по следующей схеме. Провод от лепестков заземления мы подводим к заземлению потенциометра, аналогично поступаемый с разъемами RCA. Белый разъем, как правило, это левый сигнал, мы его припаиваем посередине, красным, как правило, обозначают правый источник сигнала, и его мы припаиваем на четвертый контакт между землей и левым. После проверки правильности коммутации советую закрепить провода внутри корпуса, дабы они не мешались при сборке. Аккуратно подключаем шлейф-дисплей к материнской плате и укладываем провода внутри. Советую не затягивать корпус слишком туго. Закручиваем корпус приставки в обратном порядке. Поздравляю, вы обладатель Game Boy's Pro Sound Mode. Если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет в наличии необходимых материалов, вы можете обратиться в Game Rack Shop за помощью. Ссылка, скорее всего, будет внизу, в описании. Надеюсь, что сегодня вы чему-нибудь научились, и это поможет вам создавать качественные треки. Если вы интересуетесь другими модификациями, это или другой приставок, пишите об этом в комментариях, и мы обязательно снимем про это следующее видео. На этом все. Вот такое видео информативное у нас получилось. Надеюсь, оно будет для вас полезно. Соблюдайте технику безопасности, слушайте, пишите хорошую музыку, лайки, репосты, подписки. Пишите в комментарии обязательно, о чем еще вам рассказать, какая тема для следующего видео будет для вас более интересной, какие приставки, возможно, вы хотите, чтобы мы отправили Андрея и увидели моды и нюансы этого дела. До новых встреч! Пока-пока!